Вы видите все объекты недвижимости на карте и для бизнеса это метрика привлекательности объектов, которые позволят мелкому бизнесу выбрать объект, который идеально подходит к их задачам. Ну, собственно, вот перейдем к модели и рекомендательной системе. Как она работает? Можно загрузить файл с объектами, с их параметрами, которые выставляются на аукцион, и модель сразу оценивает одновременно и ожидаемый доход от продажи этого объекта и ожидаемый доход от аренды этого объекта. Далее система сопоставляет стартовую цену аукциона с оцененной ценой, считает разницу. Здесь, как вы видите, выбраны самые недооцененные объекты, где стартовая цена аукциона максимально расходится с оценкой в нижнюю сторону. И после этого система дисконтирует денежный поток от оценочной аренды по ставке ЦПРМ и сопоставляет с текущей ценой продажи. И, соответственно, на этом основании сразу рассчитывает разницу в процентах между арендой и продажей. Так как здесь представлены объекты, у которых стартовая цена аукциона значительно ниже, чем оценочная стоимость, то, соответственно, система сразу рекомендует, сразу показывает, что по ним намного выгоднее ждать эту недвижимость, нежели чем продавать за эти деньги. Ну, собственно говоря, получились очень хорошие показатели. Модель строилась на градиентном бустинге. Для средней оценки простой аренды использовался показатель 16,7%. То есть, грубо говоря, из 12 месяцев кода 2 месяца объект находится не в арене и приносит отходы. Но это все варьируется. В чем плюс модели? Что она самообучается и по мере получения последних данных она будет давать все более и более точную оценку. И даже в случае, если в каком-то районе, допустим, цены на аренду и на продажу будут резко расти, то модель по результатам аукционов быстро достаточно откорректируется. Проблема того, что многие объекты повторно выставляются на аукционы, мы оценили по предоставленным датасетам. Там, в частности, по неудавшимся аукционам по аренде, некоторые объекты выставлялись по 9-8 раз. Те объекты, которые выставлялись всего лишь один раз, их доля меньше 50%. Ну и, соответственно, таким образом мы сразу, определяя оптимальную цену для аукциона, мы сможем сэкономить до двух третей затрат на перевыставление аукционы и переоценку, если такая потребуется. Значит, вот как отображаются объекты, которые отклоняются от оценочной цены на 5% в большую или меньшую сторону. В меньшую – зеленые, в большую – красные. Ну и синие – это, соответственно, те, которые в пределах 5% от оценочной стоимости. Далее, какой инструмент для бизнеса? Здесь необходимо учитывать для конкретного вида деятельности. Мы подгрузили из портала открытых данных Москвы данные по предприятиям общественного питания, по предприятиям бытовых услуг. И здесь создали комплексную метрику, которая рассчитывает расстояние до метро, количество предприятий питания, населения в данном регионе. Но у нас только средний показатель. И, соответственно, подсвечивает для конкретного вида деятельности наиболее выгодные объекты. Они выделены красным. И наиболее невыгодные. Они выделены черным. Ну, в данном случае, видимо, в центре большая скучность предприятий общественного питания, и поэтому там невыгодно размещаться. Я не буду в сомнении. Так, ну, стек технологий у нас достаточно стандартный. Эффекты для бизнеса. Увеличение прибыльности и эффективные инструменты поиска недвижимости. Для города. Экономия затрат на повторную аукционную переоценку, повышение доходности имущих платов. И объекты малого бизнеса открываются именно там, где они необходимы, а не там, где им заблагорассудится. Дальше. Подключение дополнительных источников данных для уточнения модели. У нас, как вы видели, с интерфейсами не очень хорошо, поскольку не пришла, не смогла прийти на наш дизайнер интерфейсов. Запуск в продакшн и монетизация через вас для бизнеса, через допуслы. Поскольку данные, это, как говорится, не в 21 века, то такие ценные данные можно и нужно продавать. И бизнес готов за них платить. Ну, собственно, вот наша команда. Здесь мы только вдвоем участвовали. Двое человек мы смогли прийти по-разному, независим. Спасибо за внимание.